Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Правое поле» – совместный проект национального телевидения и прокуратуры Чувашской республики. И я, ее ведущий, Альберт Петров. Прежде чем перейти непосредственно к теме, которая будет обсуждаться в эфире, ваше внимание представляем краткий обзор новостей прокуратуры. Жителя Новочебоксарска осудили за незаконное приобретение, а также хранение наркотиков. Прокуратура установила, что коноплю мужчина выращивал прямо на своем садовом участке. Сотрудники Республиканского управления наркоконтроля задержали его в момент изготовления курительного вещества. Теперь он отправится на год в колонию строгого режима. В поселке Урмары вынесли приговор инспектору ГИБДД. Следователи установили, что блюститель порядка внес недостоверные данные в материалы о наезде на пешехода. Водитель машины приходился дальним родственникам полицейскому. Пострадавшие даже предлагали взятку за то, чтобы она отказалась обжаловать решение суда. В результате наказание понесли оба. Водителю назначили штраф, а инспектора на три года отстранили от службы в органах. А в прокуратуре Калининского района восстановили жилищные права инвалида. Установлено, что близкие родственники чебоксарского пенсионера убедили его подписать дарственную одной трети доли квартиры. Но блюстители порядка провели проверку, которая показала, что мужчина не осознавал значений своих действий. Он является инвалидом второй группы. Решением суда договор признали недействительным. Сегодня мы обсуждаем тему, связанную с вопросами обращения прокурора в обитражный суд в защиту государственных и публичных интересов. Экономическая деятельность организаций, предпринимателей и органов власти должна осуществляться с соблюдением закона. Однако на практике так получается не всегда. И в целях обеспечения законности, а также привлечения к ответственности нарушителей, прокурор наделен определенными полномочиями по обращению в арбитражный суд. В каких случаях прокурор вправе обратиться в данную судебную инстанцию? Каковы его полномочия в арбитражном судопроизводстве? Какая практика по обращению прокуроров в арбитражный суд сложилась в нашем регионе? Вот далеко не полный перечень вопросов, на которые мы постараемся ответить в нашей передаче. Сегодня у нас в студии начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Чувашской республики Зольников Алексей Зодович. Здравствуйте, Алексей Зодович. Здравствуйте. Алексей Зодович, мы с вами уже не в первый раз встречаемся в этой передаче. И когда-то у нас была тема, посвященная вопросам обращения прокурорам в суд в интересах граждан. Но тогда речь шла о судах общей резекции, районных судах, городских судах, мировых судьях. Сегодня мы говорим о полномочиях прокурора по обращению в арбитражный суд. Я думаю, есть необходимость разъяснить все-таки, чем отличает суды общей резекции от арбитражного суда. Да, конечно, определенные и очень существенные отличия по рассмотрению дел судами общей резекции, арбитражными судами они имеются. Основное отличие заключается в том, что арбитражные суды рассматривают споры, вытекающие из предпринимательской или иной экономической деятельностью между гражданами, юридическими лицами, гражданами-предпринимателями. Рассматривают арбитражные суды дела, перечень которых определен Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами. В их число входят в том числе споры о несостоятельности, банкротстве, о привлечении к административной ответственности, об оспаривании решений органов власти, органов местного самоправления и так далее. И так далее очень широкий спектр. В каких случаях в арбитражный суд вправе обратиться прокурор? Арбитражным процессуальным законодательством строго определены категории дел, по которым прокурор вправе вступить в арбитражный процесс. К ним относятся дела об оспаривании нормативных правовых актов, ненормативных правовых актов, решений, действий, бездействий органов государственной власти, органов местного самоправления, опять-таки вытекающие из предпринимательской и иной экономической деятельности. Кроме того, прокурор вправе оспорить в арбитражном суде сделки, которые совершены органами власти или органами местного самоправления, государственными муниципальными, унитарными предприятиями, учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале которых есть доля государства, либо местного самоуправления. Также прокурор вправе потребовать применения последствий недействительности таких сделок и обратиться с заявлением в арбитражный суд об истребовании государственного, либо муниципального имущества из чужого незаконного владения. Есть еще ряд категорий споров, по которым прокурор также имеет право участвовать в арбитражном суде. В частности, это дела, возникающие из административных правоотношений, то есть о привлечении к административной ответственности, либо об оспаривании решений органов, которые вынесли решение о привлечении к административной ответственности. Имели ли случаи в практике о спаррении прокурором про актов, издаваемых органами государственной власти и органами местного управления, которые затрагивали отношения, возникающие из экономической предпринимательской деятельности? Да, конечно, такие случаи имели место. Буквально не так давно арбитражный суд Чувашской республики вынес решение, которым признал недействующим решение собрания депутатов города Шумерля о включении в перечень объектов, подлежащих приватизации, два нежилых здания с земельными участками, на которых они были расположены. Данные здания и земельные участки находятся в особо охраняемой территории городского парка, и их приватизация законом запрещена. Вообще, часто ли прокурорами приходится принимать меры по возврату обратного государственной собственности или муниципального собственности, государственного муниципального имущества, которое незаконно было отчуждено в пользу третьих лиц? И, как показывает практика, к сожалению, такие сделки совершаются как органами власти, так и органами местного управления. Например, в начале 90-х годов было приватизировано здание общежития Канажского автоагрегатного завода. Однако на тот момент действующее законодательство прямо запрещало приватизацию подобных объектов, относящихся к жилищному фонду. В данном конкретном случае здание общежития было включено в уставный капитал, то есть перешло в собственность вновь созданного акционерного общества. Фактически собственником стала коммерческая организация, тогда как должно было это здание перейти в муниципальную собственность. Соответственно, определенные правовые последствия, негативные правовые последствия для граждан возникли через какое-то время, а именно с 2005 года с гражданами стали заключаться договоры коммерческого найма жилых помещений. Соответственно, плата за проживание, за все другие связанные с этим услуги, она была гораздо больше, чем если бы граждане проживали в муниципальном жилом фонде. Кроме того, граждане были лишены права приватизации занимаемых комнат и содержание этого здания общежития, как жилых, так и нежилых помещений, которые в нем расположены, оно оставляло желать лучшего. Просто-напросто требовался ремонт во многих помещениях, который длительное время не проводился. Поэтому по результатам проведенной проверки прокуратуре республики было направлено в арбитражный суд исковое заявление с требованием признать данную сделку недействительной и обязать организацию коммерческую передать здание общежития в муниципальную собственность. Решением суда требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Решение вступило в законную силу, прошло через все судебные инстанции, которые согласились с требованиями прокурора. К сожалению, подобные факты имели место и в городе Чебоксары. Опять же, в начале 90-х годов два здания общежития, это по улице Константина Иванова, дом 86, и по улице Афанасьева, дом 3, были включены в состав имущества Чебоксарского завода строительных материалов. Но, как уже было мною сказано, подобные сделки, они противоречат закону, поэтому прокуратура их оспорила, и арбитражный суд обязал Чебоксарский завод строительных материалов передать здание общежитий, а это порядка 3000 квадратных метров, в муниципальную собственность. Вы уже сказали, что прокурор вправе обратиться в арбитражное судо с заявлением о привлечении к административной ответственности. Какая практика сложилась у нас в республике? Практика в республике тоже самая разнообразная. Прокуроры по очень многим направлениям работают, именно по выявлению административных правонарушений в сфере экономики и по привлечению виновных к административной ответственности. Одно из направлений – это работа с должниками, которые имеют признаки банкротства. Действующее в настоящее время законодательство предусматривает обязанность предпринимателя, например, который обладает признаками банкротства, то есть не способен удовлетворить требования кредиторов. Он обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве самого себя. К сожалению, многие недобросовестные предприниматели этого не делают, накапливают долги как перед бюджетом, то есть по налогам и сборам, так и перед банками, если они брали кредиты, перед другими своими контрагентами. И вот это как снежный ком все накапливается, накапливается. Соответственно, уже в последующем должник не имеет возможности рассчитаться. Необходимо, значит, вводить определенные предусмотренные за комом процедуры. Как раз вот необходимо его банкротство, чтобы за счет имущества удовлетворить требования кредиторов, чтобы не были ущемлены их права. К сожалению, большинство не инициирует самостоятельную процедуру банкротства, но за это предусмотрена административная ответственность. Тоже на моей памяти факт эксплуатации автомобильной парковки около торгового центра Мадагаскар, которая осуществлялась без разрешения на ввод в эксплуатацию. Спасибо. Давайте покажем сюжет об этом. Прокуратура Калининского района города Чебоксара была проведена проверка совместно с специалистами инстроя Чуваши на предмет соблюдения градостроительного законодательства организации, связанной со строительством объекта рядом с торговым центром Мадагаскар, а именно строительство двухуровневой автостоянки с автомойкой. Были нарушения в той части, что данное строительство велось без разрешения на строительство, а также в дальнейшем эксплуатировался данный объект без разрешения на ввод в эксплуатацию. В связи с этим прокуратурой Калининского района города Чебоксара было возбуждено дело об административном правонарушении по части 5 ст. 9.5 КОАП РФ и направлено на рассмотрение в арбитражный суд Чувашской республики. Дело было рассмотрено, постановление прокурора удовлетворено, виновное лицо было привлечено к административной ответственности в виде штрафа. Кроме того, прокуратура Калининского района по данному факту было направлено исковое заявление в суд с целью понуждения к запрету эксплуатации данного объекта. Стоит отметить, что ответчик с данным решением не согласился, оно было обжалено, однако судом второй инстанции данное решение также было оставлено без изменения. И в настоящее время по решению суда возбуждено исполнительное производство судебными приставами, и они контролируют недалежащее исполнение суда, то есть запрет на эксплуатацию данного объекта. Спасибо, Алексей Зотович. А я еще раз напоминаю, что с нами был начальник отдела по обеспечению участия прокурора в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Чувашской республики Зольников Алексей Зотович. Как видим, экономическая деятельность организации, предпринимателей и органов власти затрагивает права и законы интереса не только хозяйственных субъектов, но и государства, а также простых граждан. Однако некомпетентность некоторых чиновников и частные коммерческие интересы порой ставится выше закона. Поэтому и эта сфера должна быть подзорким прокурорским надзором, эффективность которого во многом зависит и от нашей с вами активности и уважаемых граждан. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова